Божественную литургию в Спасо-Преображенском храме села Крымское, что на самом западе нашего района, в День Сретения Господня возглавляет благочины церкви Одинцовского округа Архимандрит Нестор в сослужении настоятеля храма Протеерея Николая Бабина и диакона Ильи Есина. Голос последнего – традиционное украшение богослужения. В Сретении Господня двунадесятый праздник в честь принесения в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа и его родителями на сороковой день после Рождества, где святое семейство встречает Симеон Богоприимец. Поздравляя прихожан с праздником Сретения Господня Архимандрит Нестор заостряет внимание на главном смысле праздника. Праздник в Сретении Святая Церковь празднует встречу Ветхого и Нового Завета. Ставит Симеон последним представителем Ветхого Завета. И он встречает Мессию Христа. Праздник встречи Ветхого Завета – это праздник двуединственного. Единственного Ветхого Завета. Единственного Нового Завета. Исполнение Ветхого Завета в Новом. В День Православной Молодежи Архимандрит Нестор зачитывает обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю этого праздника. Визит Благочинного – это всегда событие для прихода и помощь в решении проблем. На сей раз отец Нестор выражает благодарность настоятелю и прихожанам за многолетние труды по восстановлению Спаса Преображенского храма. История его уникальна. Храм в камне существует с конца 17 века. 1937 год – начало его трагической истории, когда советская власть закрывает и грабит храм, а настоятеля, священника Николая Соколова, расстреливает. Теперь его имя – в сомне новомучеников Алик на храмовой иконе. В 1995 году сюда назначается молодой священник, недавний выпускник МГУ, талантливый фото-журналист Николай Бабин. К этому времени биолаборатория, клуб, медпункт, магазин уже покидают стены изуроданного, перестроенного, разделенного нелепыми перекрытиями и перегородками здания, в котором узнать храм просто невозможно. История 27-летнего возрождения храма драматична сегодня уже в прошлом и ненависти. Материальное вредительство прежней местной власти и решение сложнейших проблем строительства и финансирования. Сегодня храм вступает в свою новейшую историю, встречая прихожан благолепием внутреннего убранства. А для путников – можайки и минки. Это и ориентир, и туристический паломнический объект, архитектурная доминанта, украшения, благочиния. Понятно, что подобное возможно лишь при определенном авторитете духовного лидера, способного и молодежь привлечь и взрослых объединить. У отца Николая получается нас понимать, получается разговаривать со мной на таком же языке, который, ну, наверное, я от него научилась в первую очередь, любить Бога вот так вот чистым сердцем. Мы все вместе, во-первых, уборка, во-вторых, молимся друг за друга. У кого какое горе. Помогают друг другу, конечно. Сегодня функционирует и дом Причта, где размещается воскресная школа, центром которой является уникальная фотолаборатория, где батюшка Николай посвящает всех интересующихся в таинство фотоискусства, причем снимает исключительно на пленку. Результат – данная экспозиция. Возможно ли все это успеть? Отец Николай отвечает «Да, когда все с любовью к Богу и людям». Ольга Винтер, Одинцовское благочение, телекомпания Одинцова.